Плюс мы вам покажем, в каком отеле можно снять недорого. Я думаю, вам будет интересно. 250 это вообще. Я вот этого города Джекура. Более чем. Тут, кстати, написано, купи что-нибудь и получишь подарок. И там подарки какие-то в роллоне завернуты. Вот, собственно, мы решили, пока мы еще отсюда не уехали, глянуть, что происходит в местном Макдональдсе. А gente vai agora на Макдональдс. Про мне интересно, что вендят на Макдональдс на Индии. Я еще не entrал в никакого типа хамбургера. Пробоятно из франка, потому что франка они едут. Теперь другие вещи я уже не знаю. Давайте посмотрим, что есть. Как видите, тут туристов тоже немало. Из каких-то разных стран. Все хотят в Макдональдсе. Можно фотографироваться вот с парнем. Вот, собственно, такие цены. Я не знаю, видно ли вам или нет. Мак Эг за 25. За 45 всякие. Ну, в общем, тут видно примерно плюс-минус цены. 69, 85, 105, 119, 27, 150. Чикен, Марахара. Какой там самый здоровенный. Есть вот такие вот по 55 какие-то. Типа шаурмы. Кола 43, 53, 63. Есть Макфури. Десерты, в общем, какие-то разные. В общем, много всего есть, и можно рассчитываться карточкой. Не странно. В общем, мы решили таки прикупиться по полной. За 275 взять один из самых дорогих. В общем, две кула, две гиги, там, там, ватор, пицца. Вы не можете на моей комнате. Там батата, два... Это, типа, ума промоция. Батата, два hambургера, эта пицца, и два... Кольгора. 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 Орго, конечно, что нет, потому что они не приятны в баке. И там пища, тоже. Вот так вот выглядит Это вот место Мы сейчас попробуем подключиться к Wi-Fi местному И как минимум посмотрим Плюс-минус скорость Быстрее, чем в отеле И плюс-минус Вообще Не знаю даже Наверное вот это Но не важно Собственно Что у нас две колы И все это Стоит 5 долларов Такса получается 46 вот этих руби Достаточно большая такса Это около там наверное 20% Или 25 практически доллар Собственно и все Сейчас будем проверять интернет Вот собственно и все Тут картошечка Колы я уже попробовал Нормальная как кола Скорее не сладкая Такая Даже кисленькая Много льда внутри Картошка тоже обычная Это Вежетарианная огурька Без». Не знайте «Ументи, ументи» «Оменти был отец» «Ну?» «Май чиконки» «А чиконки» «А чиконки» «А resentment», Я никогда не ем эту пиццу Не знаю, если ты в Бразиле, но я никогда не ем эту пиццу Потому что много лет я не буду на Македональдс в Бразиле Так, бак чикен Я, если честно, думал какую-нибудь вегетарианскую взять Или будь с сыром И было чисто технически интересно Гамбургер с сыром Не очень вкусно Хорошо поджаренный кусок курицы И, собственно, и все никаких дополнительных вкусов Какое? Я особо... да, надо кетчупом Добавите Как по мне она 3 с плюсом Не супер вкусно Мне кажется, у нас в Украине Мы лучше гамбургер Хотя, может, это курица, а он такие... В общем, не знаю Но 3 с плюсом на 4 с минусом Я бы поставил Ну и все, сейчас будем попробовать что-нибудь дальше Под коннекцией к интернету Нужен вот свой номер Они присылают сообщение Вот такое вот мне сообщение пришло Сейчас попробуем Логин Плес, вейд Плес, вейд Плес, вейд Плес, вейд Плес, вейд Все, мы в сети Теперь надо проверить Какая скорость будет в загадке интернета Итак, скорость интернета тут примерно 250-260 минут 3,5 гига Это хорошая скорость Будем надеяться, что у нас в отеле будет хотя бы в половину меньше Вообще в идеале, конечно, бы хотелось такую Скорость интернета Это хорошая скорость Более-менее, по крайней мере Ну то, что она хорошая, но нормальная Сейчас мы будем пробовать вот эту вот штуку Век пицца Мак Пуф В общем, сейчас будем пробовать вот эту вот Пицца, вегетарианская пицца У нас еще один остался Кетчуп Вкусная В общем Другой пирожок наподобие пиццы Острый Похоже на местную еду какой-то Он такой достаточно безвкусный, но острый В общем, внутри овощи и все Острый пирожок с овощами На самом деле все вкусно Особенно вот вода Вот вода мне понравилась Колу мы почему-то давно ее не пили Я бы еще 150 лет не пил Если бы она тут не попалась, но она вкусная Честно говоря, мы вот уже Соскучились, наверное, за какой-то гадостью В принципе, не знаю Советовать адмилет достаточно дорого Как по мне, лучше взять вот одну колу В какой-то гамбургер Попробовать его Может даже на двоих Идти по гамбургеру И можно дальше не париться Какой-то вообще так со двадцать процентов Если не двадцать пять Но получается достаточно дорого Не знаю Я скорее не советую В Макдональдс, я же говорю, можно зайти что-то одно попробовать И не париться Перебить себе доску Забить на него Ну раз мы уже гулять так гулять Так что В принципе не жалко Попробуем вот так вот Попитаемся чуть-чуть Ну тут хотя бы Швейцар есть В общем И кондиционеры естественно Там внутри все кондиционировано Поэтому скорее всего Поэтому скорее всего есть Швейцар Чтоб не выхолаживать помещение В смысле Чтоб тепло не заносить Очень жарко на улице Больше сорока градусов Сейчас около шти часов Будто такое-то кино Я даже не знаю В общем мы думали прогуляться Глянуть что там в грязи еще Там вот есть Очень красиво Какой-то вот замок там сверху И вот тут достаточно все красивые такие постройки В общем мы пойдем вперед глянем что там еще Но пока еще Неожиданно Мне парень дал Искай все какую-то рекламу Что мы там засейвим Кстати достаточно недорого Хотя нет достаточно дорого 600 рублей 10 долларов Мы потратили 5 В общем очень красиво Мы сейчас скорее всего придем еще пол часика прогуляемся И уже вернемся на автобус и будем загружать для вас видео В общем мы пришли пробовать еще раз лимонную вот эту вот В общем мы пришли пробовать еще раз лимонную вот эту вот Странную Странную Это сода В общем сода В общем сода давай не делаю Сода цепи 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 В общем Тут достаточно Мы гуляем в общем по центру города Вернее не по центру А по относительно центру города Вот возле этого базара В общем мы еще пока не поехали назад Как видите тут куча всяких шоппинг центров Шоппинг моллов Очень хорошо Очень хорошо Наш друг там вот впереди с которым мы уже познакомились В общем как видите огромное количество тут всяких фигни Мы вот посмотрим что там впереди С蛋 Все хорошо Ота цепь Светочка махараджа Вот Да Понятно После этого веры бомбopa Я думаю мы вернемся В нашем коротле В какой отеле В вероятно Я тебе там Взлету Мы не получаем много денег Мы вернемся Неполго Неполго На счастье Глаза отпад Попытается нас бесплатно куда-то завезти Коварный Таксист Нет, давай Хорошо? Хорошо Хорошо Говори в спаньоле немного, но тоже Говори много в спаньоле Немного много? Немного много Я верну Я верну Я верну Ты идей $25 Говори взяться В Piked Покажешь Я покажу вам в тек-стель Говори Другая В тек-стель Опять и вот на этом моменте до меня как раз начало доходить что вообще происходит оказалось вот этот вот наш новый друг таксист а за сегодняшний день как вы видели мы уже успели познакомиться с достаточно большим количеством людей и обзавестись достаточно большим количеством новых друзей при этом далеко не факт что очень даже искренне и вот тут оказался приблизительно такой же случай оказалось что этот таксист просто ездит по городу скорее всего собирает таких примерно как мы туристов и при этом нагло и коварно не берет с них вообще денег и отвозит их куда надо но по дороге еще он их отвозит какой-то магазин индийских сувениров индийской одежды там еще может быть что-то будет интересно но его интерес и смысл в том что как раз люди ему не платят некие живые деньги а ему платят за такси и вообще вот за его эту работу вот владельцы этих самых магазинах он получается как типа рекламный агент который свозит туристов вот этот магазин уже собственники вот этого текстильного бизнеса различных сувениров от этого магазина платит ему либо какую-то фиксированную сумму примерно равную скорее всего проезду в такси либо они платят может какой-то ему процент еще если вдруг он найдет каких-то туристов интересных типа нас которые еще захотят что-то купить всяких сари там каких-то там наволочек для подушек в принципе в этом магазине действительно будет много интересного хотя с другой стороны в этом магазине опять же не будет ничего уж такого прямо сверхъестественного чего бы нельзя чуть-чуть дешевле купить на местном рынке с другой стороны в этих магазинах также можно торговаться кроме того опять же на сюда довезут бесплатно а потом у нас еще обещал довезти домой да и к тому же нам особо с габрили нечего делать мы бы так наверное зашли в какой-нибудь такой магазинчик интересный тем более мы еще не все нужные подарки и сувениры для всех наших семей укомплектовали поэтому мы решили не посылать этого таксиста никуда поехать действительно с ним посмотреть чего-нибудь там интересно тем более кижи можно поторговаться и в принципе там не маленький выбор и все остальное поэтому все же решили с ним поехать и что там будет вы естественно видите в следующей серии также увидите что мы купили мы покажем какой ассортимент покажем все цены на различные товары так что подписывайтесь наш канал следующая серия будет также интересно как все остальные не забывайте также ставить свои лайки поддерживать нас ну и пока пока увидимся в следующей серии посылки в комментариях